Здравствуйте, уважаемые коллеги, клиенты и единомышленники. Почему говорю единомышленники? Потому что это вроде бы метод альтернативный, но народный. Потому что народ Фукайдан использовал тысячелетиями, несколько тысячелетий. С 2005 года по заявлению американских и японских врачей, они приняли такой метод и заявили всему миру, что есть на сегодняшний день народно-альтернативный метод. Мне тоже это выражение приходится по душе. Почему? Потому что с народа именно начало берет это дело. Столетиями, тысячелетиями народ использовал Фукайдан как питательное средство. Если вспомним рекомендацию Гиппократа, у народа есть такое лекарство, должно быть питанием. А питание должно быть лекарством. Действительно, Фукайдан соответствует гиппократскому требованию. Почему? Потому что это и питательное средство, и обладает очень сильным оздоровительным эффектом. Поэтому мне хотелось бы во всеуслышанное заявить, что Фукайдан с приходом Фукайдана, с ознакомлением Фукайдана появились такие слова «народно-альтернативный метод оздоровления людей». Что такое вообще Фукайдан? Фукайдан – это слизистые составляющие оболочек бурых водорослей, когда немецкий ученый-химик Бернхард Толлинс открыл в 1890 году, но через 23 года шведский ученый-профессор химическим путем выделил Фукайдан, и с тех пор о Фукайдане народ знает относительно мало, но с 2005 года, после заявления японских и американских врачей, что Фукайдан лечит рак, многие интересуются. Из-за того, что на сегодняшний день и экологическая ситуация, и вообще с приходом эпохи Водолея энергетика начинает меняться. Вы все прекрасно знаете на сегодняшний день, какая стала даже обыкновенная погода, и в отношении психологии людей тоже эти изменения мы замечаем. Почему? Потому что в переходный период жить и интересно, и относительно тяжело. Фукайдан вообще, можно сказать даже свой пример. Сестренка, которая живет в Чемкенте, 58 лет, заболела раковым поражением молочной железы. Пока, вообще-то, казахий народ медлительный. Получилось так, вот это раковое поражение молочной железы у сестренки, мы более-менее обратили внимание тогда, когда у нее стала стадия четвертая. Уже на нашем медицинском языке это называется инкурабельные больные. Больные, которые не подлежат уже лечению. Поэтому мы ее сразу повезли в Астану. Астанинские товарищи сделали, например, мне, как врачу, такое замечание. Четый доктор с 40-летним стажем, возящийся живым трупом. Ну, конечно, их обсуждать я не собираюсь. Это правда гласило именно так. Естественно, мне хотелось всей душой, всей отдачей помочь, если есть средства, вытащить от клещей смерти сестренку. И после первой химиотерапии мы стали искать, какое есть средство. Кроме хирургический метод уже она не может. Второе облучение называется радиотерапия. Третье и химиотерапия. Остановились на химиотерапии, и чемкентский врач, онколог Давранбек, он назначил нам химиотерапию. Получая химиотерапию, мы, естественно, стали искать, какое есть спасительное средство. Тогда мы встретили информацию о Фукайдане, начали искать, где достать вот этот Фукайдан. И, короче, очень хорошо, что племянник где-то нашел телефон Виктор Николаевич Акуриленко, который занимается из Кореи доставкой его фирмы, вернее, доставкой этого многоожидаемого, долгоожидаемого Фукайдана. И Фукайдан, когда мы достали, это было очень тяжелое уже состояние у сестренки. Сильнейшие лихорадки по вечерам, ничего не могла она есть, естественно. Раковая интоксикация, короче говоря, прямо на виду была. Естественно, мы начали, срочно достали Фукайдан, порошок. Тогда мы знали о Фукайдане только как о порошке. Оказывается, на сегодняшний день есть еще четыре вида Фукайдана. Конечно, по-видимому, по велению случаев мы уже применяли Фукайдан-порошок в мегадозе. С 8 грамм мы начали, буквально на следующий день, к нашему удивлению, у нее вот это лихорадочное состояние пришло к норме, температура была нормальной. Естественно, в дальнейшем мы верили только на Фукайдан, рассчитывали на Фукайдан. После этого в динамике мы использовали Фукайдан, уже уменьшающий дозировку с 8-суточной дозой. И буквально через 5-6 дней она начала уже употреблять другие пищи. И у нее как бы появилась, и у нас появилась надежда, что при помощи данного препарата мы можем спасти близкого человека. На сегодняшний день сестренка уже занимается домашними делами, ухаживает за своими детьми. Есть очень большая надежда в отношении оздоровления. Вот этот случай с сестренкой как бы дал мне крыло. Я оставил свое хозяйство, дом, все на попечении соседей. Приехал в город Алматы, нашел Виктора Николаевича и начал работать на Фукайдан. Почему? Потому что мне надо было многим людям, как врачу, именно лечение, оздоровление с Фукайданом, при помощи Фукайдана. И другим больным нужно было. Почему? Потому что когда мы на химиотерапию сестренку возили поликлиники, онкобольницах, я обратил внимание очень много онкологических больных, которые нуждаются в спасительном средстве. Мне просто... Я как человек, как врач, я считал, что я обязан этим больным как-то помочь, хотя бы дать информацию о Фукайдане и дать людям шанс на оздоровление. Поэтому я бросил все, хотя я был на пенсии, бросил все. Приехал в Алма-Ата и с Виктором Николаевичем вел разъяснительную беседу. И, естественно, я начал работать и рекомендовать Фукайдан людям. К этому времени Виктор Николаевич меня пригласил работать врачом-консультантом компании Фукайдан. И уже были несколько звонков и людей, которые нуждались в нашей помощи. И первые результаты, вторые результаты, третьи результаты укрепили мою надежду, что при помощи Фукайдана можно реально помочь уже, как бы, тяжелым больным. Например, в Алма-Ате живет Виктор Тесленко, 65 лет. Его забирает в скорую помощь с диагнозом остеопендийсит. Ну, по рассказу его супруги, просто удалили червообразный отросток. Почему? Потому что через 4 дня у него появились снова острые боли в животе с диагнозом. Острый живот его снова забрали. И когда лапаротомию делали, обнаружили рак кишечника. Естественно, человеку было очень тяжело принимать реальное, правильное решение. Сначала он сопротивлялся, но после определенной беседы в отношении Фукайдана именно Виктор Николаевич Тесленко дал согласие принимать сначала Фукайдан напиток. И где-то с октября месяца он начал получать Фукайдан порошок. И где-то 21 декабря, если мне память не изменяет, у него мы с журналистом вместе были. Уже Виктор Николаевич был не тот, который впервые я его посетил и беседовал. Передо мной сидел уже реально оздоравливающий человек, набравший уже более-менее нормальный вес. И по дому он спокойно, без поддержки ходил уже. А раньше при первом посещении он рассчитывал только на помощь своей супруге. Я бы хотел сказать такое дело. Фукайдан, как природный спасительный продукт, обладает очень большой, мощной энергией и силой. И любое состояние, острое состояние, хроническое состояние страдающих людей при помощи Фукайдана решится именно быстро, реально, положительно. И этот Фукайдан на сегодняшний день, я понял, как врач, он вот эту силу, свою мощь, энергетику направляет на оздоровление людей при помощи того, что он полностью почти восстанавливает или восстанавливает динамики гомеостаза человека. Именно как бы мистическая помощь Фукайдана кроется в этом. Я хотел бы еще поздравить всех наших дистрибьюторов, всех наших единомышленников и всех людей, которые по случаю как-то заболели, если, не дай Бог, случится с вами вот такое заболевание, как онкология, на сегодняшний день можно реально надеяться и на реальную помощь при помощи Фукайдана. Так что я всем желаю встретить наступающий 16-й год в полном здравии и не оставляйте никогда большую надежду насчет оздоровления, потому что в вооружении компании Фукайдан Ворл есть так называемый Фукайдан, который реально может помочь и реальная надежда это на оздоровление. Фукайдан Фукайдан Фукайдан